Большинство людей совершает рецидив на пути к исцелению от зависимости. Это когда они снова начинают принимать вещества или совершать действия, с которыми стараются завязать. Это может очень разочаровать людей, которые действительно хотят измениться, а также тех, кто их любит. Дело в том, что зависимость меняет способ работы нашего мозга и влияет на способность контролировать порывы. И мощная тяга может казаться непреодолимой и неуправляемой. Она может быть вызвана людьми, местом, ситуацией и мыслью или такими чувствами, как скука, стресс, голод, злость, одиночество, усталость или стыд. Некоторые люди, сорвавшись, думают, что все потеряно, и они вернулись туда, откуда начинали. Другие считают, что это нормально при условии, что они стараются изо всех сил. Срыв никогда не является оправданием выбора, но все же он не стирает весь тяжелый труд, проделанный вами ради исцеления. Вы можете собраться с силами и продолжить идти вперед. Если у вас произошел рецидив, используйте это как возможность узнать что-то о своей зависимости. Что привело к срыву? Что вы узнали о себе? Какие сферы вашего исцеления вам необходимо укрепить? Ответы на эти вопросы помогут вам составить план, чтобы избежать другого рецидива. Одна из самых трудных, но и самых полезных частей процесса восстановления — это научиться справляться с этой тягой. Вы можете научиться контролировать ее. Иисус Христос поможет вам. Прямо сейчас вы можете поговорить с кем-то, кто переживает за вас, посещать собрание 12-шаговой программы, получить поддержку и обратиться за лечением. Исцеление возможно. Надежда есть. Если у вас или любимого вами человека есть проблема, обратитесь за помощью. Хотите узнать больше о зависимости? Найдите помощь на странице addictionrecovery.lds.org Субтитры создавал DimaTorzok